Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня у нас речь как всегда пойдет о куркуме. Миф номер 1 звучит примерно так. Куркуму нельзя добавлять в желе. Что можно сказать о людях, которые спорят о вкусах? Я лично добавляю куркуму и в желе, и в тортики, и в различные вкусняшки из Макдональдса, даже кукурузы иногда ем с куркумой. Но это такое дело, если вам кто-то будет вешать лапшу на уши, что не дай бог вы добавили куркуму там в кукурузу, и у вас что-то там произойдет не так, такого человека вы можете смело послать нахуй. Про себя, конечно. И еще один интересный факт, о котором я вам хочу рассказать, что если вы, к примеру, не доели то же самое желе или тортик, и у вас на стаканчике поприсыхали вот эти вот буцефалы от желе, то вы можете не использовать какие-то моющие средства, а мыть его с помощью куркумы. Я так делаю постоянно, не загрязняю окружающую среду, и все у меня в жизни хорошо. А мы едем дальше. Миф номер два, который активно педалируется домашними кулинарами, звучит примерно так. Настоящая куркума обязательно должна быть вязкой. Мы сейчас разберемся, откуда идут корни данного мифа, и что вообще с этим делать, и как с этим разобраться. Так, поехали. Дело в том, что многие люди, открывая бабушке инсервант, находят там несколько пакетиков залежавшейся куркумы, и считают, что это самая настоящая куркума. Плюс еще сосед Вася сказал, что он пользуется такой куркумой уже 15 лет, и это прям очень правильно. На самом деле, консистенция куркумы – это целая наука, изучить которую не хватит даже жизни. Чтобы понять, примерно правильная ли у вас куркума, вы должны сделать следующее. Взять пакетик с куркумой, встать напротив весеннего солнца, которая вам светит в лицо, ну, в данном случае осень, но ничего тоже подойдет. И, открыв пакетик, просто распылить куркуму по ветру. Если вы увидите некие радужные вот такие линии, то значит куркума у вас правильная. Если вы просто увидите какой-то серый, пошкарябанный, непонятный цвет, то значит можете ее просто выбросить. Миф номер три звучит примерно так, что куркуму с процентным содержанием соли выше 0,05% нельзя свободно переносить в кармань. На самом деле, друзья, это полный бред. И что же говорит об этом статья УК РФ номер 1526 дробь 17? О сыплящихся и особо опасных и изменяющих вкус приправах, переносимых в кармане, либо в рюкзаке гражданами РФ и за его пределами. Статья говорит примерно следующее. Особо изменяющие вкус пряности не могут переноситься в кармане, только если толщина целлофанового пакетика меньше 0,03 наномиллиметра. На самом деле, любой пакетик современной куркумы составляет как минимум 0,05%. Поэтому вы можете носить куркуму в кармане, вы можете носить куркуму на системе Молли, на системе Велкро, в рюкзаке и даже в карманчике для скейт-пасса. Ну и еще пару мифов бегло. Запомните, друзья, в РФ никогда не было, нет и не будет рафинированной куркумы. Дело в том, что рафинированная куркума позиционируется как стратегический продукт при ведении боевых действий. Была изобретена еще во времена Второй мировой войны для легкой транспортировки к полю боя. А сейчас она просто добавляется в некоторых количествах в строительные материалы. Поэтому вы можете использовать только сыпучую куркуму. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok